Дальнозоркость. Наоборот, хрусталик становится очень длинным, мышцы обвисают. Кстати, одна из причин — люди пытаются постоянно вдаль смотреть. Когда вдаль часто смотришь, присматриваешься, то хрусталик как раз такой длинный становится, мышцы обвисают. И если так постоянно слишком далеко смотреть, у лётчиков такая, кстати, бывает болезнь часто, вот это возникает. Вот, хрусталик почти теряет кривизну. Вот он свет, да, и проблема в чём была? Всё-таки за глаз улетают вот сюда вот. Если вот такой хрусталик длинный, вот он источник света, за глаз улетают лучи. А если мы одеваем очки, которые будут уже наоборот действовать, то есть они двояко выпуклые, то эти очки будут концентрировать, а если, ну, вот как похоже на этот хрусталик, да, эти очки двояко выпуклые, они будут собирать свет, потому что они, видите, слишком кривые с такими линзами. Это собирающие линзы, которые собирают, и всё-таки лучи направляют туда, куда надо, то есть на сетчатку. Они не дают им улететь далеко. Вот такие хрустали, вот такие вот очки, не дают лучам улететь очень вот так вот далеко, как в этом случае. Они просто их собирают как следует и направляют на сетчатку, поэтому человек нормально будет видеть. Но это, кстати, видите, какие толстые линзы. Почти там тоже бывает глаз не видно. Это у пожилых людей часто бывает. Ну, а если вот эта версия, это была у нас приобретённая дальнозоркость, а если вот эта, то врождённая дальнозоркость, глазное яблоко укороченное. И тогда лучи сразу быстренько его пролетают и улетают за него. Опять же, ничего не будет видно, да, они слишком быстро его переходят. Что ещё тут можно сказать? Вообще у здорового человека, вот если у вас нет очков, там если у вас всё нормально, то знаете, как должно быть? Должно быть так. Вот предмет. Должна происходить здоровая аккомодация. Аккомодация – это приспособление глаза к приведению предмета. Вот предмет. И когда я предмет подвожу ближе, в моём глазе что постепенно происходит? Постепенно, чтобы всё лучше и лучше видеть этот предмет по мере его приближения, в моём глазе постепенно хрусталик всё более и более становится таким толстым. Потому что лучей всё больше и больше. Вот сейчас вот я сейчас подвожу, сейчас максимально толстый хрусталик у меня. Знаете почему? Потому что очень много лучей от предмета уже. Все предметы издают свет, да, какой-то. Если я подвёл близко, уже света очень много. Этот свет надо как-то собрать. А кто его соберёт, надо как-то его собрать, если много его, да, и направить на сетчатку. Иначе, если его не собрать, он весь улетит за глаз. Я вообще ничего не увижу. Да, если ближе, то если много света, этот свет улетит вообще за глаз, и я вообще ничего не увижу. Поэтому как мне этот много света, когда предмет близко, как их собрать? Вот так вот хрусталик становится толстым очень, становится сильно собирающей такой линзой он собирает все эти лучи в кучу и направляет на конец глаза то есть на сетчатку вот а если дальше я отвожу предмет чтобы нормально его видеть у меня наоборот хрусталик все длиннее и длиннее 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 становится вот вам пример аккомодации и сейчас он максимально длинным вообще почти слабую кривизну имеет он просто проводит свет лучей уже очень мало и это минимальное количество лучей хрусталик просто проводят через себя как бы чтобы они долетели до конца глаза амара хрусталик расслаблен максимально сейчас и все лучи просто проводит как стекло да мало очень преломляет он проводить лучи чтобы они долетели до сетчатки что лучи очень мало и мне надо мешать им надо иногда их искрублять если предмет далеко лучи лучше просто надо провести их не надо собирать да то есть так я комментирую просто провести кинуть на сетчатку